С каждым годом становится все больше многоквартирных домов, появляются новые жилые комплексы. Но несмотря на ценники на квартиры с шестью нулями, покупателей немало. Спасает ипотека, которую в народе называют кабалой. В течение 10, 20, а то и 30 лет люди выплачивают не только стоимость квартиры, но и огромные проценты. В ЛДПР считают, что эту кормушку для банков нужно закрыть. Альтернативный вариант ипотеки – жилищные кооперативы, хорошо зарекомендовавшие себя в советское время. ЖИСКА – это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив, вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете. То есть надежно. Но и здесь мошенники влезли. А они отнесут кооператив на тысячу человек. Люди не знают никого. И получатся в 10 ипотеку. Что дочь проигрывает, что пащет в кооперативе. Кооперативы создавать по месту работы. Там, где вы друг друга знаете, и там жулик не пролезет. Еще одно предложение ЛДПР – создание государственной программы по строительству недорогих частных деревянных коттеджей. В дальнейшем необходимо объединить строительство, эксплуатацию и продажу жилья в одних руках. Рука государством, считает ЛДПР. Пускай не устроят. Министерство строительства и жилищно-коммунального проекта строят, эксплуатируют, убирают все управляющие компании, если они оправдали. И продают. У вас выбор будет. У вас мало денег. Вот за миллион рублей квартира. Вы начнете с такой квартиры. Разбогатеете. Потом продадите, купите за 5 миллионов. Разбогатеете за 20 миллионов. Но вы ни с чем не обязаны. Вам дают смотровой ордер, выбрали, захватили, принести питанцию из банка, получили ключи. Это было в самой лучшей форме.